Новости в эфире информационного канала Севастополя, в студии Ирина Варава. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников произвел первое назначение. В четверг на заседании правительства Дмитрий Овсяников представил исполняющего обязанности заместителя губернатора председателя правительства Илью Пономарева. Известно, что новому замгубернатора 39 лет. Он имеет два высших образования по специальностям менеджмент и государственное управление. Предыдущие места работы руководители агентства по инвестиционному развитию Удмуртской республики. Я хочу представить назначенного заместителя губернатора председателя правительства Пономарева Вячеславовича. Присаживайтесь. Который будет до полного распределения обязанностей формирования полного состава кабинета министров работать больше, наверное, с блоком финансово-экономическим. Прошу напитывать коллегу. В первую очередь, это координация работы по исполнению ФЦП. Это фундаментальная важнейшая задача. Вторая часть работы – это координация работы по сопровождению бюджетного процесса. И здесь первый вопрос, который стоит перед исполнительными органами власти, сегодня он поднимался на правительство, это корректировка и актуализация государственных программ. Третье направление – это все вопросы, связанные с инвентаризацией и актуализацией государственной собственности. И в частности, вопросы по повышению доходности от государственной собственности города Севастополя. Следующее направление – это выявление совместно с Департаментом финансов, резервов и возможностей по увеличению собственных доходов бюджета города. Кроме того, с 4 августа приступает к работе в должности заместителя директора Департамента внутренней политики правительства Севастополя Григорий Буйлов. Он родился в 1977 году. Прежде работал в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Севастопольское авиационное предприятие, более известное в городе как вертолетный завод, решением правительства сегодня передано в федеральную собственность. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил Департаменту по имущественным и земельным отношениям проработать дополнительные соглашения по целевому использованию имущественного комплекса без права перепрофилирования. Напомним, основанный в октябре 1929 года, Севастопольский авиационный завод после многих лет застоя в прошлом году начал получать первые гособоронзаказы. Однако санкционные ограничения не давали возможности стопроцентной загрузке предприятия. Последние полгода правительство Севастополя прорабатывало вопрос интеграции в холдинг «Вертолеты России». Чиновников обязали брать трубки служебных мобильных телефонов и отмечать на СМС-ке. Соответствующее постановление утверждено в четверг на заседании правительства. Управление информатизацией и связи Севастополя теперь организует регулярные проверки правительственных абонентов, которые всегда должны быть в зоне доступа. При получении входящего вызова обязательно ответить на звонок, представиться, либо если по объективным причинам невозможно, то после перезвонить и уточнить, почему и для чего проводился звонок. При получении текстового сообщения подтвердить факт прочтения этого сообщения любым удобным для него способом – звонком, ответственным текстовым сообщением. Кроме того, отсутствие мобильной связи с абонентом без уважительной причины. То есть это либо отключение телефона, в том числе и заразряженной аккумуляторной батареи, пропущенные вызовы, либо передача служебного мобильного телефона или сим-карты иному лицу, влечет за собой дисциплинарную ответственность. Завтра в ряде домов Севастополя не будет воды. Об этом сообщает администрация Водоканала. Отключать здания по проспекту генерала Острякова, улицам Лоцманская, Хрусталева, Боцманская, Николая Музыки, Маршала Геловани, Промышленная, Флагманская, Индустриальная, Хрюкина, Генерала Лебедя, Стахановцев, на 5 и 7 километрах Балаклавского шоссе, в поселке Ушаковка, а также в Юхариной балке. Здесь будут ремонтировать и заменять пожарные гидранты на сетях горводопровода. От водоснабжения эти улицы будут отключены ориентировочно с полуночи до 6 утра. Под Севастополем из-за удара молнии загорелся лес. Произошло это вчера в районе села Родниковое на горе Курткая, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России. Молния ударила в сухое дерево. Огонь начал быстро распространяться по сухой траве и достиг площади 1 гектар. Добраться к месту пожара на спецтранспорте было невозможно. Спасатели поднимались по горной местности на вершину самостоятельно. Пожарные автоцистерны находились у подножия Курткая. На помощь огнеборцам прибыл вертолет МЧС России. На очаг возгорания вылили 40 тонн воды. Масштабного распространения возгорания в лесу удалось избежать. На месте работало 11 единиц техники и 46 человек личного состава. Напоминаем, если вы стали свидетелем пожара, звоните в МЧС по телефону 101, сообщите координаты возгорания и дождитесь приезда пожарных в безопасном месте. 6 августа с 15 часов до 2 часов ночи 7 августа будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, на участке дороги от перекрестка улиц Крестовского и Спартаковская до перекрестка у ресторана «Шайба». Мера связана с проведением музыкального фестиваля «Золотая балка». На ближайших к этому участку перекрестках будут установлены соответствующие дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства. Организаторы музыкального фестиваля «Золотая балка» рекомендуют гостям добираться к месту проведения мероприятия общественным транспортом или автобусом с фестивальной символикой. 6 августа будет организован специальный трансфер. Комфортабельные шаттлы с символикой фестиваля будут регулярно курсировать по маршруту улица Ушакова-3, железнодорожный вокзал, автовокзал, Золотая балка, улица Крестовского-66 и обратно, начиная с 16 часов 6 августа и до 3 часов ночи 7 августа. Доставка гостей с фестиваля в ночное время будет организована 20 автобусами. Помимо трансфера «Золотой балки», к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом – автобусами номер 9 и 108. Владельцев личных автомобилей организаторы фестиваля настоятельно просят воспользоваться трансфером, поскольку количество парковочных мест на территории фестиваля крайне ограничено. Напомним, фестиваль проведут 6 августа в честь Международного дня шампанского. На виноградниках под открытым небом выступят местные локальные группы, а также Полина Гагарина и самая провокационная группа страны – Ленинград. Начнется фестиваль в 18 часов, продлится до половины первого ночи. И о погоде на сегодня. 4 августа в Севастополе ясно, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов, ночью – до 26. Ветер в первой половине дня северо-восточный – до 4 метров в секунду. Во второй – северный – также до 4 метров. Вода в море прогрелась до 27 градусов. На этом у меня все. Успешного дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин